В активной фазе находится реконструкция Каширского и Володарского шоссе. Уже введен в эксплуатацию съезд Володарки на Каширку в сторону Москвы. Сейчас в стройке находятся две эстакады, которые в 2024 году также будут построены и запущены. Разворотная петля и полностью отреконструированная часть Каширского шоссе от 0 до 4,4 километра будет введена в строй в 2026 году. Это тоже кардинально изменит ситуацию и увеличит пропускную способность минимум на 30%. В ходе диалога губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Станислава Катарова еще более тщательно отнестись к теме доступности и комфорта транспортного обслуживания населения. Знаю, что вы лично и встречались с жителями, и ездили на маршрутах. Нужно усиливать группировку. Для этого мы покупаем в этом году 350 больших автобусов по федеральной программе. Дополнительно ищем варианты привлечения транспорта. Очень важно, чтобы у нас особенно в зимнее время, потому что всегда есть препятствия зимой, это снег, как известно. У нас транспортное сообщение работало ритмично. Решение ситуации с транспортной доступностью для Станислава Катарова – задача номер один. При поддержке губернатора Андрея Воробьева главе муниципалитета удалось для Ленинского округа получить несколько десятков новых автобусов и увеличить штат водителей. Конечно же, ожидаем еще дополнительных поставок автобусных средств, чтобы полностью закрыть ту потребность, которая на сегодняшний день в Ленинском есть. Но, как результат, могу сказать, количество обращений с 400 до 90, до 100 упало уже. То есть, уже основной накал, основную проблематику мы сняли. Есть еще над чем работать, и мы тоже будем этим продолжать заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!